Сахал Сахал атаковали боевиков, находящихся в здании штаба террора в Газе. Раньше там находилась школа, действовавшая под эгидой Бапор. Министерство здравоохранения и финансов Израиля, профсоюз врачей и больничная касса Клолит сообщили о подписании нового коллективного соглашения спустя 9 месяцев переговоров. С 1 января 2025 года предусмотрено повышение зарплат, которое пройдет в три этапа, введение дополнительных стимулирующих выплат для врачей, работающих во вторую смену, улучшение условий для психологов и психиатров. Помимо этого, введут дополнительные ставки для руководящих работников в центрах душевного здоровья и создадут выездные службы психиатрической помощи. Отмечается, что заработок медиков увеличится на 9,5%, из которых 7,5% будут повышением окладов и еще 2% выплачиваются в качестве фиксированной надбавки. Равины Иерусалимского района Рамот выпустили предупреждение для местных жителей о возможных террористах, которые могут маскироваться под евреев Харидим. Ссылаясь на информацию от представителей служб безопасности, они призывают израильтян быть внимательными и сообщать о любых подозрительных лицах, особенно во время праздников и шабатов. В последние недели Шабак зафиксировал рост активности Ирана, связанный с попытками организации атак на израильские объекты, а также участились случаи, когда палестинские нелегалы и преступники переодеваются в традиционную одежду религиозных евреев. Особое внимание иранские агенты уделяют вербовке через интернет, используя платформы, связанные с цифровыми валютами и израильскими финансами, а также сайты по поиску работы. Субтитры создавал DimaTorzok